Смотрите, заснял, успел, успел, просто, сразу, просто не могу показать лицо, поэтому всех поздравляю с Новым Годом, желаю счастья в этом году, и вся вот эта фигня, чтобы еще у вас все вот это родно, ну, короче, вы поняли. Угу, я первый раз, почему мне так волнительно, я не знаю почему, как-то странно. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Четко отделил мужество и героизм от предательства и малодуши. Показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность к друзьям и боевым товарищам. Преданность к своему родному. Это был год, поистине, поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня многие сражатели. Защищаем наших людей на наших исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Мы вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне. Уходящий год принес большие кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил божество и достоинство. Словом и делом поддержал защитника Ходицы. Наших солдат и офицеров. Сейчас приду. Надо просто взять. Что, выпить? Быстренько. Быстренько, 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 быстренько. Только от нас, от нашей силы и воли. Посмотрите, яхлочка. Западные элиты гадания весьмерно заявляли на всех нас в своих мирных моментах, в том числе по разрешению тяжелейшего конкретного государства. Надеемся, весьмерно поощряют неонатистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан и народных республик Дандаса. Запад врал. Аминия, а готовился к армии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытии. А Украину и ее народ, они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Военнослужащие, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они, все они наши герои. Им сейчас трудно найти. Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом всех участников специальной военной операции. Тех, кто сейчас здесь, рядом со мной, кто на передовой и на прихронтовых выбежах, кто проходят подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находятся в госпиталях или исполняют свой долг, уже вернутся домой. Всех, кто несет боевое детство, стратегические предприятия. Весь личный состав вооруженных сил. Дорогие товарищи, благодарю вас за тумбестную службу. Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и оплатой. Миллионы людей душой и сердцем с вами. И для новогодней страны обязательно будут изучать тосты в вашей жизни. Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военностью. Водителям и железнодорожникам, которые смотрят в кровь. Врачам, меншерам, медсестрам и братьям, которые борются за детей и солдат, выхаживают раненых мирных людей. Благодарю работников и инженеров наших военных и других заводов, которые трудятся сегодня с полной отдачей. Строители, которые возводят гражданские объекты и оборонительные крепления. Что ты долго говоришь? Восстанавливают разрушенные города и силы... Уже я понял, ты долго говоришь. Дорогие друзья, в 2014 года после крымских событий Россия живет в условиях санкции. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло. Потому что мы все вместе создали надежный запас прочных. То, что мы сделали и делаем в этой сне, все это и направлено на укрепление нашего промышленности. Это важнейший область. А наша борьба за себя, за свои интересы и за свое будущее безусловно служит вдохновляющим примером для другого человека. И стремление к справедливому многополярному миру в церкви. Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельное ответственность. Все больше граждан чувствуют потребность полагать друг друга. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и доброщательность. За то, что вы, люди разных возрастов и достатков, активно включаетесь в общий мир. А вы не будете складывать транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий. Пострадавшим жителям городов и поселков. Отправляйте на отдых людей из Нового Субъекта Федерации. Огромную поддержку вы, мои дорогие, оказываете семьям погибших бойцов. Они отдали свои жизни, защищая жизни других людей. Понимаю, как трудно сейчас в новогоднюю ночь их женам, сыновьям, дочерям, их родителям, которые воспитали настоящих героев. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу принять искренние слова. Дорогие люди, в любые времена, где-то очень тяжелые, в нашей стране отмечали преступление. Он был и остается для всех любимым праздником. Я обладаю волшебным даром раскрывать людям самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия. Дорогие люди, кричая Новый год, все стремятся порадовать людей, согреть внимание и душевное тепло, подоить то, о чем они мечтали. Увидеть восторг в глазах, почувствовать, как трогательно, благодарны за наше внимание родители, старшие поколения. Они умеют ценить это изогнение счастья. Дорогие люди, друзья, сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недорогие. Сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге. Всегда, в любое время. Пусть эти сердечные слова и благородные чувства придадут всем нам как можно больше душевности. Меня уж много устало дешать. Мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой. Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России. Ради будущего, нашей единственной, любимой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2023 годом! За ваше здоровье! С Новым годом! Добро пожаловать на наш канал! Все встали быстро! Добро пожаловать на наш канал! 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 Всем удачи! Всем пока!